Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору или предлагайте свои темы какие-то. Мы открыты для диалога, для общения. Звоните. Да, мы традиционно, ну, по крайней мере, Елена традиционно сейчас такой текст с нашей стороны произносит. Мы действительно каждый раз практически с нуля начинаем, с такой какой-то неизвестной территории, с наметок каких-то. Ну, в общем, как и прежде, ждем звонков, потому что, поскольку передача посвящена вопросам психологии, психотерапии, она невозможна без живого участия тех людей, вас, тех людей, которые за помощью обращаются. Ну, нет большого смысла, на мой взгляд, по крайней мере, обсуждать что-то в вакууме, в относительном вакууме студии и самой передачи. Да, да, да. Я хотел сказать, что обратиться к тем людям уже не первый раз, я это вспоминаю, после окончания передачи, ну, где-то, может быть, за несколько секунд буквально звонки в студию приходят. Мы не успеваем в эфире на них отвечать, мы, я сам созваниваюсь, мы обсуждаем какие-то вопросы и прошу позвонить в следующий раз в эфир, да, потому что вопросы обычно очень интересные и в какой-то степени проявляющие проблематику не только одного человека внутри семьи, скажем так, или одного человека во взаимодействии с кем-то, но я думаю, что и другие люди могут из этих историй что-то подчеркнуть. Поэтому те, кто звонили, звоните и не дозвонились, или позвонили поздно, звоните, пожалуйста, сейчас. И мы что-то попробуем обсудить. Пока мы ждем звонков, Алексей, можем ли мы раскрыть эту тематику, с которой обращаются к вам люди, не успевшие в эфире задать свой вопрос? Или, может быть, у вас за эту неделю прошедшую что-то интересное было в вашей практике, о чем стоило бы начать наш разговор? Ну, то, что касается звонков, из того, что я помню, последнее, ну, я надеюсь... У нас звонок, Алексей. А, угу. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Угу. Здравствуйте, Елена. Всякий раз, когда я звонила мне первый раз, каждый раз звонок – это очень молнивательное событие. Тему, о которой я хотела бы с вами сегодня поговорить, простить, ну, и, наверное, чуть больше поговорить, чем спросить, это... Просто у меня случилось совпадение сразу никаких историй. Есть моё личное, достаточно серьёзное расстройство. Ну, я имею в виду, что я себя плохо чувствую эмоционально, физически. И в этот момент начинается история, что моя любимая дочка, с которой до этого мы достаточно неплохо ладили, она находится тоже в очень серьёзном плохом состоянии, она решает, что причина её проблем – это воспитание её в детстве мною, и это высказывает. Я понимаю, что это типичная история совершенно, просто когда с этим сталкиваешься, носко-носо, я не знаю, просто там много чего рушится. Лен, пока вы задумались, а типичная история какая именно? Вот к чему вы это слово прибавили? Да, я скажу, ну, я про это знаю, что подросткам, юношам свойственно нормальный этап, когда ребёнок, соединяясь от родителей, находит какие-либо причины обвинить в чём-либо и таким образом уйти в своей жизни. Это обожидаемый этап, поэтому он типичный. А, собственно говоря, вот то, как это происходит в реальном времени, у меня это просто очень сильно вышибло. А что именно, если можно как-то приоткрыть? Я к текущему моменту понимаю, что случился какой-то разговор, который вы, в котором вас вышибло, но если, не в смысле конкретики разговора, а того, на что вы отреагировали, наверное, больше всего. Тут какое-то, знаете, совмещение сразу двух вещей. У меня была сильная злость на, знаете, регулярно сейчас слышимое вокруг псевдор, ну, я называю это псевдор человеческим просвещением, когда популярно и очень красиво говорят о том, что во всех проблемах детей виноватых родителей. И когда мне моя дочка это все мне в глаза высказывает, я понимаю, что за этим стоит ее боль, но принять ее обвинение на свой счет я тоже не могу, потому что, ну, как бы у меня в этом смысле, ну, очень сильное сопротивление. Я знаю, что, естественно, в моей жизни были ошибки, и я причиняла ей какой-то вред, но и принять то, что ее состояние – это результатное действие, я тоже не могу. Ну, как бы это, ну, для меня это очень интересно. Лена, а когда она говорит вам то, что она говорит, как вы думаете, что она хочет сказать, ну, за всеми этими словами? Какое послание, да, какое сообщение она вам, упакованное в это обвинение, какое сообщение она вам шлет, как вы это для себя понимаете? Я в этом слышу, что она просит о том, чтобы я, вот, собственно говоря, в чем я ей собираюсь, то есть, чтобы я признала свою вину в этом состоянии. А когда я говорю, что ее причина в этом тоже, но много в другом, она говорит, что я ее не слышу и продвигаю тут свое мнение. Я не хочу с ней согласиться. Лена, а мы можем сделать шаг вперед, ну, не знаю, куда-то, не знаю, вперед это или нет. Признание вашей вины, на ваш взгляд, оно вашей дочери зачем? Ну, как она хочет этим воспользоваться? Чем это важно для нее? Ну, это же не конец разговора, это же не конец истории, это только часть, та часть, дальше которой вы пока не двигаетесь. Вот мой вопрос такой гипотетический. Ну, хорошо, допустим, ну, вы говорите, да, окей, я во всем виновата, в том, в чем ты меня обвиняешь, и что дальше? Ну, как бы, для меня эта история, как-то я ее понимаю и слышу, что если я виновата, то мне дальше все исправлять, а я понимаю, что это ее жизнь, и это ей исправлять. И вот тут что-то такое. Хорошо, а как вы можете это исправить? Как это понимает ваша дочь, или как вы понимаете, ну, как это вы понимаете, или вы вместе? Как это исправлять? Вы пойдете в школу, если она учится, или вы пойдете к сверстникам, к ее? Как это возможно? Собственно говоря, вот сейчас никак. Как-то вот... Нет, ни в школу, ни к сверстникам. Как вы можете это исправить? Ну, как об этом думает дочь, если вы это знаете, или если вы об этом не знаете, как вы понимаете, что об этом думает дочь? Как вы можете? Ну да, окей, я виновата. Ну хорошо, я так, я виновата. Дочь говорит, ну теперь тебе все исправлять. Ну окей, я готов исправить. Что мне нужно сделать? То есть, как это должно быть дальше? Сорвался звонок, к сожалению. Елена, если у вас есть возможность, перезвоните, а мы пока то, что услышали, обсудим здесь, в студии. Лена, можно... Наверное, может быть, вы как-то прокомментируете, что вы услышали? Как это было для вас? Я вспомнила свою историю. Если не хотите, я готов, наверное, как-то попробовать откликнуться. Как я услышала, что действительно зачем-то дочке необходимо, чтобы мама признала вину в чем-то. У меня вот так вот со стороны почему-то возникла фантазия, что дочка пытается донести до мамы то чувство, которое испытывает она сама. То есть, ну, сама дочка в чем-то чувствует себя виноватой. И именно хочет, чтобы вот это чувство вины мама услышала. Но пока она разворачивает это в одностороннем порядке. Я имею в виду, дочь разворачивает по отношению к матери. То есть, вот ты виновата и признай, как бы, не знаю, приходила ли мысль дочки о чувстве собственной вины, да, и за что она чувствует себя виноватой. Может быть, за это состояние эмоциональное. Может быть, я не знаю, как подросток она себя чувствует неуспешной в чем-то. Подробности не знаю. Могу только вот фантазировать с позиции дочки. Ну, и услышала еще чувство страха с обеих сторон. То есть, в чем-то там страшно и дочке, страшно и маме. Потому что вот эта ситуация, разговор достаточно тяжелый, трудный, и он пугает. Хотя мы с вами здесь в программах неоднократно говорили о том, что любой конфликт, это, ну, по сути, точка роста, да, это вот эта коммуникация между людьми, которая позволяет даже обогатить в какой-то степени отношения, если вот понимать, где в этом конфликте то, может быть, рациональное зерно, которое можно посадить, взращивать и как-то договариваться, учиться, понимать, учиться, слышать друг друга. Вот этот вопрос, да, который дочка говорит маме, ты не слышишь меня. Тоже мы как-то в одной из программ говорили об этом. Ну да, ну да, при этом, да. Могу рассказать свою историю, да, потому что в свое время мой сын, когда тоже попытался вот именно в таком же ключе мне сказать, я почувствовала, куда это несет, я сказала, давай договоримся, вот я тебя родила, все, что не будет происходить в твоей жизни, потенциально ты можешь обвинить в этом меня. И мы потом уже говорили о другом, почему вот эта тема возникла, и попытались как раз вот выяснить, что он же хотел донести до меня вот этими попытками обвинить в чем-то. Спасибо, Лен, за ваше вот это добавление. И возможно, мне это сейчас дало время еще поразмышлять над тем, что вы говорите, над тем, что, Лен, вы говорили. Я надеюсь, что вы нас слушаете, даже если отрубился звонок. Я сейчас думаю о том, что Елена, которая нам сейчас позвонила, она говорила, ну, во-первых, это, мне кажется, очевидно было, что она говорила об очень сложной ситуации, об очень сложной коммуникации, очень сложность в данном случае, на мой взгляд, связана тем, что это общение нагружено эмоционально, пиковыми какими-то эмоциями, не зря Елена сказала, мне плохо, дочери плохо, то есть там, во-первых, очень много эмоций. И вот в этом плане, да, если можно, я буду немножко какие-то свои комментарии вставлять, они как будто бы обе находятся в одинаковой ситуации. В каком смысле? Ну, им кажется, что они в разных лодках плывут, но из своего вот этого эмоционального состояния, им обеим плохо. Они испытывают какие-то чувства, которые им тяжело переживать, но в этом плане их похожесть какая-то. Ну, наверное, похожесть, я думаю, что здесь есть. Я вот в какую сторону хотел развернуть мысль в ту сторону, что сложность этого общения, на мой взгляд, еще и в том, может быть, и то, почему это общение буксует или как кажется, что оно буксует, или она, кажется, в связи с этим к нам звонит. Сложность в том, что это общение вроде бы о прошлом, но то есть дочь говорит, ты виновата в том, что со мной происходило. Ну, то есть, ну, как будто... Я слышу, как ты меня воспитывала, как ты участвовала. Ну, это все равно о чем-то, что уже было там где-то, да, куда мы можем отправиться только либо на машине времени, либо в воспоминаниях, причем у каждого свои воспоминания. И при этом это общение касается текущего момента. И мне кажется, вы об этом тоже сказали. То есть, еще раз, это общение касается прояснению чего-то в прошлом, и это общение одновременно касается прояснению чего-то в настоящем, непосредственного какого-то контакта. То есть, я думаю, что признание чего-то, ну, в данном случае возможное признание Леной ответственности или вины за все, что произошло, тогда это что-то, что необходимо для общения прямо сейчас. Ну, не для закрытия темы там, возможно, она не будет закрыта или в ближайшее время. Это, ну, какое-то необходимое условие возможно для движения сейчас. И я, ну, наверное, автоматически, как и вы, ассоциировал себя с родителем в этой ситуации, да, с Еленой. Ну, еще как и с дочкой тоже, с позиции дочки. Да, и я подумал, насколько, ну, поскольку Лена сказала пообсуждать этот вопрос, я подумал, насколько в этой ситуации мама, например, я в своей ситуации, наши зрители, может быть, в своих каких-то ситуациях, насколько я могу вынести, вынести в смысле вытерпеть, дать возможность развернуться вот этому недовольству и гневу дочери, обвинению. Ну, грубо говоря, чтобы оно заняло все пространство наших отношений. То есть, возможно, это очень болезненно, нужно ее периодически модерировать, говорить, это не так, это не так, это не так. И это поведение понятное, но оно может быть связано с тем, что я, как родитель, может быть, не выношу такого объема обвинений. То есть, этих обвинений слишком много для меня. Вопрос не в том, может быть, состоятельные они или несостоятельные, имеют право на существование или не имеют. Обвинений слишком много для меня, я не могу их вынести, и мне нужно что-то сделать. Единственное, что я могу сделать с обвинениями, это парировать их каким-то образом, говорить, что может быть это не так, попытаться их разделить, эти обвинения. И вот, может быть, сложность этой ситуации, Елен, вашей в том, что пока по каким-то причинам, может быть, в силу того, что вам сложно сейчас самоэмоционально, то есть, может быть, в каком-то другом состоянии, это так гипотетически, можно было бы это более спокойно выслушать, да, но Елена, видимо, нагружена своими какими-то эмоциями. Вот, и вот это, вот этот объем чувств дочери, он, ну, пока, видимо, никак не развернут. Наверное, его очень много, да, и в этом смысле они стоят на месте. Ну, как я слышу, там тоже кризис в отношениях, да, ну, вот конкретно сейчас, неважно, связан ли он там с подростковым возрастом, или наоборот, может быть, важно, что он связан именно с этим возрастом. Вот, у меня по ощущениям, Елена проговорила вот это разделение, да, что дети как будто бы вот вызывают конфликты специально, чтобы им было легче уйти потом из семьи. Ну, в чем-то таком я сказала. Елена сказала об этом. Да, и вот в связи с этим каким-то, с этими образами разъединения или вот слияния, как будто бы вот для самой Елены она головой уже понимает, что, возможно, ее дочь, мы не знаем, сколько ей лет, да, ей вот надо разделиться, и она отдельная личность. Но когда дочь бросает ей вот эти обвинения, признает свою вину, там вот это слияние, которому, от которого они обе стараются отойти, оно вот снова как будто бы происходит, или они, оно их вот втягивает, вот этот конфликт, в это слияние. То есть, они не могут уже как две отдельные личности, которые, у которых есть, у каждой, конечно, свой жизненный опыт, сесть и поговорить. Да? Если я правильно услышал то, о чем вы говорите, и это тоже часть в копилку рассуждений, конфликт, который, по идее, должен бы работать на разделение, по факту работает на слияние. Да, да, вот вы кратко сформулировали мою идею. И это тоже, возможно, вносит путаницу. Причем, как будто бы поведенческие это вот разделение, а эмоциональные это опять слияние. Да, у меня еще очень откликнулось, и я сейчас обсуждаю, обсуждаю внутри самого себя с самим собой. Интересно, с кем вы это обсуждаете? С самим собой, да, вот эту идею, которую Елена озвучила, о том, что, ну, как-то сказала, что это сейчас очень популярная идея, о том, что родители виноваты в проблемах детей. Мне кажется, что сама по себе я соглашусь, и я встречаю эти книги, тексты какие-то, да, но мне интересно в этой идее другое. Мне интересно то, что ведь это, если это так, а в какой-то степени это так, это мы, родители, такую идею транслируем детям, да, это же не они придумали, они прочитали в текстах, которые, ну, очевидно, написали взрослые люди. И у меня возникает, возник вопрос, а зачем мы им эту мысль предлагаем? Говорю мы, потому что, ну, это касается нас, взрослых, это касается нас, родителей, людей, видимо, если бы мы были с этим не согласны, было бы много текстов, которые опровергали бы эту идею, да, но таких текстов нету, поэтому дети очень хорошо подхватили нашу идею. И я думаю, зачем нам эта идея? У меня, возможно, есть ответ на ваш вопрос, Алексей. Я с удовольствием послушаю. Если, например, представить, что мы дети, да, вот мы с вами люди, которые вот сейчас живут во время, когда психология набирает свою популярность. И мы как раз вот являемся глашатыми, да, вот этих всех психологических каких-то нюансов и все. И нам нужно было как-то оправдать свое поведение, свои какие-то травмы и прочее. И где-то мы сказали, да, наши родители в этом виноваты, но мы не знали, что это обернется против нас, когда эти же слова будут вложены в уста наших детей, когда они нам это вернут. Опять сложно объясняю, да? Нет, вы хорошо объясняете, но я сразу думаю дальше. Если это так, то почему, когда мы начали про это понимать, а мы начали уже про это понимать в течение какого-то времени, почему мы не стали сопротивляться этой мысли, почему мы не стали говорить о том, что это не так. Ну, потому что, возможно, мы увлеклись какими-то другими психологическими процессами. И начали говорить еще о чем-то, и мы пока не представляем, как это потом обернется против нас. Я хотела бы сделать акцент на ваших словах, когда вы сказали, да, вот родители виноваты в том, какие дети там становятся, но в какой-то степени. И мне кажется, это ключевой момент. Вот в какой степени, да, как это определить конкретно в каждой ситуации? Ну, потому что ребенок, да, он растет с родителями, но он же не в изоляции от окружающего мира, он не в изоляции от общения с другими значимыми фигурами, как мы их называем, воспитатели в детском саду, учителя, даже соседка какая-нибудь, да, которая очень активно и любит высказывать свое мнение, и ребенку какие-то комментарии. Вот какая это степень влияния или, ну, не знаю, вины родителей? Стоит ли это прояснять вот Елене со своей дочерью, да, как-то вот Возможно, они в этом заковырялись, закопались. Я вот что, в ответ на то, что вы сейчас говорите, вот что, вот о чем подумал. Обвинение, ведь это проявление, это способ сказать о том, что я сердит на тебя. Причем ты виноват во всем. Ну, это говорится, я думаю, большинство людей представляют, с какими интонациями произносятся обвинения. Ну, во всем это тоже такая абсолютизация, что значит во всем. Не важно. Я сейчас немножко в другую сторону. Да, можно прояснять, а в чем именно, ну, я подозреваю, что, может быть, действительно в этом можно заковыряться. Ну, хорошо, ты мне не купила куклу, а вот там то-то, то-то. Все-таки я думаю, что для того, чтобы обвинения разбирать, нужен разговор более холодный, не такой горячий, потому что, когда люди друг друга обвиняют, они сидят у костра, и каждый в этот костер что-то подбрасывает. И этот костер, ну, их иногда согревает многие дни. Ну, к сожалению, это так, да, вот они тратятся. Ну да, потому что в конфликте они себя чувствуют более живыми. Ну, как пример. Да, это тоже часть. Я вот о чем, еще вот в какую сторону хотел бы подумать, раз Елена предложила нам посоображать по этому поводу. Все-таки обвинение это злость. это злость, это попытка ребенка сказать, отдельного ребенка сказать отдельному родителю о том, как он сердит на него, ну, за какие-то, как его жизнь сложилась не так из-за того, что родители что-то. Я вот к чему веду. я все вот этот вопрос держу в голове. Может быть, это обвинение, оно как-то сопутствует с культом родительским, с культом материнства. Везде, где мы видим, ну, параллельно сейчас мы видим, что во всем виноваты родители, но мы одновременно видим, ну, просто какой-то вал курсов, книг, где родители пытаются себя прокачать, где они пытаются быть еще больше, еще лучшими родителями, понимающими. Еще более недостижимыми, да, для своих детей. Я думаю, что это может вызывать вполне определенную злость. И я думаю, что такое движет родителям, когда он хочет быть еще более совершенным, еще более мудрым, еще более принимающим, еще более воспитывающим и так далее. Мне кажется, что вокруг этих двух мыслей можно было бы... Интересная тема, да, мы Елену не спросили, вот она действительно свои, не хотела сленговые скиллы как бы, прокачивать или нет, вот как говорят сейчас подростки, то есть занимается ли она саморазвитием, там, еще чем-то, да, и вот как дочь к этому относится, ну, если вот эта тема возникла. Может быть, в следующей программе мы сможем это обсудить, если Елена до нас дозвонится, потому что сейчас у нас не так много времени осталось, но это интересная тема. Да, это интересная тема, я, ну, да простит меня Елена, ну, в эту сторону мои мысли развернулись, может быть, это будет содержательно, за то, что я от отдельной истории перешел вот к такому, к попытке процессуального, что ли, понимания. но я думаю, если дети предлагают нам свою агрессию и, ну, обернутую в обвинение, не в прямое насилие, не в прямое насилие, интересно, да, вот ты говорил дочь Елене, я злюсь на тебя там, да, или ты меня бесишь потому-то, потому-то, вот мы не знаем, тоже не знаем, да, вот, но я думаю, что дети в многом сейчас, поскольку взрослыми оказались на этой планете в текущее время мы и родителями оказались мы, ну, так случилось, да, то дети предъявляют, предлагают нам это очень мощное, очень древнее, очень сильное чувство злости, обвинения, недовольства, упреков в том, что это мы виноваты за то, что происходит и насколько мы с этим, и как мы с этим чувством обращаемся, вот, я думаю, я благодарен, Лен, вам, что вы к нам в студию позвонили и из-за того, что случился разговор и чисто по-родительски, да, я по-родительски присоединился к тем вашим вопросам, а как быть с тем недовольством детей, парировать, дискутировать, предлагать свою злость в ответ, в общем, здесь вот есть какое-то количество вопросов. Спасибо, Елена, за звонок, и вот за этот наш такой живой разговор в студии, спасибо большое, Алексей. Напоминаю, каждый вторник мы в прямом эфире на телеканале Самары ГИС. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok